МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. В студии Анастасия Квардицкая. Сегодня в выпуске. Давние друзья Оксана Пушкина навестила детей радости. Стремление помогать. Волонтёры Ивантеевки рассказали главе о ежедневной работе. С верой в профессии в Георгиевской церкви наградили врачей за работы в пандемию. Об этом и многом другом прямо сейчас. На этой неделе Ивантеевку посетила депутат Государственной Думы Оксана Пушкина. Она побывала в центре «Радость моя», который являлся пилотным в работе с детьми-инвалидами в Подмосковье. Говорили с мамами о главном – о самореализации и трудоустройстве детей с ОВЗ, их адаптации в обществе, а также о государственной поддержке семей, воспитывающих особенных детей. Как всегда, душевно и тепло встречают депутата Госдумы Оксану Пушкину в центре реабилитации детей-инвалидов «Радость моя». Благодаря её помощи, а также по поручению губернатора региона, пять лет назад здесь, в этом доме на Хлебозаводской, 12, появился этот центр. Удивительный мир любви, доброты и дружбы. Глава Ивантеевки Максим Красноцветов и руководитель центра Инна Орлова обсуждают насущные проблемы организации и планы на будущий год. Депутат оценивает творческий потенциал детей-радости и сама вовлекается в интересный процесс. Чувствуешь как? Ну, у тебя лучше получилось. На, дорогая, на, продолжай аккуратно. В этом году в центре «Двойная радость». Он отметил свой первый пятилетний юбилей. А проект Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья буквально несколько дней назад стал лауреатом губернаторской премии «Мы рядом». Это не только родители из Ивантеевки, а порядка 60 организаций со всей области. Благодаря активности мам из Ассоциации без помощи не остались семьи, которые нуждались больше всего в поддержке во время пандемии. Помимо помощи нашим семьям, нашим детям, правовой, юридической, праздники проводим, фестивали проводим, еще и в эту пандемию, конечно, показало, насколько мы взаиморесурсные, мы очень друг друга поддерживали с волонтерством. То есть есть семьи, где более тяжелые дети, где мамы без пап воспитывают детей. И особенно, когда самоизоляция была, было сложно. И вот всю эту деятельность за год мы собрали, деятельность по Ассоциации, деятельность по нашим ячейкам в период пандемии. И получилась заявка на «Мы рядом», которая была поддержана. Мы благодарим за это губернатора. Приз – миллион рублей – распределят по филиалам. Ведь у всех свои нужды. Где-то необходим ремонт, кому-то – подарки к Новому году. Анна Ломова возглавляет родительский комитет Центра «Радость моя» в Ивантеевке. Ее сын Тимофей ходит в центр почти с самого открытия. Нам центр очень помог. Ничего подобного нет. Мне кажется, во всем Подмосковье мы много чего прошли. И нам центр как дом родной. У нас много всего. Очень насыщенная программа, дружелюбные педагоги. Нам очень нравится. Это наша вторая семья. И как бы, что бы мы делали без центра, я не могу сказать. Встречу продолжают чаепитие. Мамы делятся своими проблемами и просят поддержки. Вопросов за последнее время накопилось немало. Обучение и трудоустройство ребенка-инвалида, социальные выплаты и льготы. Для того, чтобы вы жили спокойно, относительно спокойно в вашей ситуации, вам нужно знать, что после 18 лет ваш ребенок, даже если с вами что-то случится, государство его не бросит. Во время беседы становится понятно, родителям как можно скорее необходимо помочь. Оксана Викторовна организовывает мамам встречу с министром социального развития области Ириной Фаевской, которая состоится уже в ближайшие дни. Есть пособие по уходу за ребенком, 10 тысяч, которые нам платит государство. И при трудоустройстве официальном мы, получается, теряем это пособие. Но продолжаем же уход за особым ребенком. Хочется все-таки, чтобы государство нас услышало и дало возможность и себя применить в жизни. Это не те проблемы, которые были пять лет назад. Когда мы бились за это здание, когда нам недоброжелатели ставили палки в колеса, но какие. И, наконец, когда ты видишь, что хорошо детям, хорошо взрослым. Теперь другие проблемы, они уже федерального уровня. Но есть глобальная проблема, она одна на всю страну. У нас нет программы федерального уровня сопровождения детей, инвалидов от нуля до последних дней. Это необходимо сделать, это необходимо разработать. Оксана Пушкина называет центр своим детищем. Он, в свою очередь, обрел в ее лице надежного друга. Благодаря ей у детей теперь есть второй дом. Есть возможность развиваться, учиться, дружить. Мне приятно было видеть сегодня главу. Это другой глава с другими глазами, с другим ощущением от жизни, от детей, будучи сам многодетный. Потому что я прекрасно помню, как несколько лет назад мы пытались в голове сказать, что есть эти проблемы. Но теперь, к счастью, его нет. А у нас новые жизнерадостные, жизнедеятельные и так далее. Так что спасибо большое руководителю. Это важно, когда руководитель вовлечен в проблемы вот таких детей. Сейчас в центре занимаются 100 детей. Всего же за 5 лет через него прошло около 500 детишек из Ивантеевки и ближайших городов. Кристина Лушникова, Антон Рябов, Анна Белова. Программа «День за днем». Бескорыстно и для тех, кому нужна помощь. О своей работе в период пандемии волонтеры в неформальной обстановке рассказали главе города Максиму Красноцветову. Максим, разрешите доложить? Давай. Работаем с октября. Работают все молодежные организации, общественные организации города. Работаем на ЖД-станции, на автобусы. Работаем каждый день с 6 утра до 12. В неформальной обстановке волонтеры Ивантеевки рассказывают главе города о своей работе. Помощь жителям оказывают активисты комплексного молодежно-досугового центра «Актив», общественной палаты, молодежного парламента, молодой гвардии и многих других организаций. Силы волонтеров направлены в том числе на мониторинг общественного транспорта. Жителям разъясняют, почему необходимо носить маски и при необходимости раздают средства индивидуальной защиты. Помимо ЖД-транспорта, коробок, которые мы развозили в первую пандемию, мы сейчас занимаемся адресной помощью. Каждый день приходят заявки, поступают заявки. Наши специалисты покупают лекарства, продукты, выносят мусор. Это выписка рецептов в поликлинике. Да, мы давали доставку лекарств. Ежедневно мониторинг общественного транспорта проводят более 20 волонтеров. На железнодорожных станциях дежурят 8 человек, на автобусных остановках – 12. Доклад о работе волонтеры направляют в Министерство транспорта три раза в сутки. С начала октября на железнодорожном транспорте проверено более 60 тысяч человек. Выявлено более 14 тысяч нарушителей масочного режима. За время работы на транспорте волонтеры раздали более двух тысяч масок. Реально помогает, что это ваше здоровье, ваша жизнь. И мы это прекрасно все видим, что поколители растут, да, но рано или поздно, как бы сейчас вакцинация должна начаться, да, но это все так быстро не происходит, и все-таки люди должны носить маски, да, и беречь свою жизнь. Это наш город, наши земляки, да, которым нужна помощь именно сейчас, а не когда-то потом. В этом году у волонтеров было много работы, но вопроса продолжать или нет, помогать жителям у них не возникает. Летом был какой-то перерыв, волонтеры немножечко отдохнули, зарядились энергией, и сейчас вот снова мы продолжаем работать уже с начала октября. Я думаю, что работа волонтерского штаба продолжится и в январские каникулы, и в январе, вот, поэтому пока что волонтеры заряжены, и мы продолжаем помогать нашим жителям. В Ивантеевке действует волонтерский штаб для жителей, оказавшихся в затруднительном положении. Оставить заявку на оказание помощи можно по телефону 8 496 536 1802. Людмила Ермакова, Фарид Галеев, Анна Белова. Программа «День за днем». Ивантеевка среди лучших муниципалитетов по работе с обращениями граждан на портале Добродел. Эта деятельность ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. С сентября 2019 года на портал поступило около 5000 обращений. По обращениям жителей в Ивантеевке построена асфальтированная дорога по улице Станционной. Смонтировано уличное освещение на Первомайской улице к дому номер 3 на фабричном проезде. А по просьбе жителей дома номер 14 на улице Школьной стало на 2 метра выше ограждение спортивной площадки. 12 декабря в России отметят День Конституции. Главному закону страны исполнится 27 лет. Наша Конституция – одна из самых молодых в мире. Экземпляр номер один хранится в библиотеке главы государства, а два других даже побывали в космосе. В этом году произошло важное. В основной закон внесли ряд поправок. Их поддержали почти 78% россиян. Подробнее о теме Иван Чинаев. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Конституция – главный правовой акт и основа всех законов в нашей стране. Всенародным голосованием ее приняли в 93-м году. 27 лет в нее не вносили никаких изменений, пока Владимир Путин не выступил с обращением. Президент предложил внести ряд поправок в основной закон. Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Только по его результатам принимать окончательные решения. Мнение людей, наших граждан, народа, как носителя суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Общероссийское голосование состоялось 1 июля 2020 года и стало главным событием политической жизни нашей страны. После обработки голосов оказалось, что за внесение поправок проголосовали почти 78% россиян против менее 22%. Изменения в Конституцию Российской Федерации, за которые проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными. Основные изменения коснулись, в частности, роли и статуса Государственного Совета, минимального размера оплаты труда, приоритета российского законодательства над международным. Нетронутым по-прежнему остается день празднования Конституции – 12 декабря. 12 декабря не за горами. Мы решили выйти на улицы и узнать в преддверии праздника, что жители города думают об этой важной дате в жизни нашей страны. 12 декабря какой праздник у нас в стране отмечается? День Конституции. Наверное, День России или Единства. Что-то такое. Конституции, да? День Конституции, что ли? Вообще классно. О, надо же. Без планеты. Ну, мы подскажем. День Конституции. День Конституции. Я никак к ним не отношусь. Никак вообще. Я аполитичный человек. Ну, какие поправки. Каждый, наверное, человек волнует то, чтобы наши дети учились бесплатно. Мне кажется, вот это самое главное. Когда идешь учиться и воспитываешь детей в этом русле, то они и остаются у нас. Президент обнуляется. Не знаю, как-то к этому ровно все отношусь. Как зачем? В ней указаны права и, прежде всего, обязанности граждан. Чтобы людям было хорошо жить. Идея – это защита прав населения по-хорошему, различных слоев. Нам нужна Конституция для того, чтобы наши права соблюдать, чтобы мы права соблюдали. Без нее нельзя. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова, ИТВ Малая Пасха в Георгиевском храме Ивантеевки. В среду здесь состоялся престольный праздник – День Георгия Победоносца. Богослужение возглавил благочинный Королевского округа Дмитрий Поповский. Он вручил грамоты за жертвенные труды врачам и волонтерам. Престольный праздник – главный храмовый. 9 декабря – День Георгия Победоносца. В Ивантеевской Георгиевской церкви, которой более 280 лет, богослужение возглавляет благочинный Королевского округа Дмитрий Поповский. На престольном празднике, или, как его еще сегодня называют, Малой Пасхе храма сегодня чествуют врачей и волонтеров и вручают благодарственные грамоты от митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, а также от Королевского благочиния и Георгиевской церкви. Господь с нами разговаривает тем языком, который наиболее нам понятен. Это какой язык? Язык материальный. В первую очередь, наши болячки. Никогда мы так не начинаем молиться, никогда мы так не начинаем усердно исправлять свою жизнь, как ни в период болезней и прочих наших телесных невзгод. В «Красной зоне» акцентирует в проповеди внимание прихожан благочинный «Мы все только сейчас», а врачи всегда. Их называют помощниками Бога на земле, вручают награды и волонтерам, представителям общественной палаты Ивантеевки. «Врач без веры, я считаю, не может существовать. Все это очень, конечно, сложно и душевно, но каждый для себя решает сам, да, насколько он будет верить и насколько он будет помогать людям. Я считаю, если человек выбрал профессию врача, то он уже под властью Бога и является его, так скажем, помощником на земле». Престольный праздник в Георгиевской проходит на следующий день после Дня памяти новомучеников Ивантеевских. В этом году благодаря поисковой работе обнаружен и еще один новомученик города – дьякон Алексей Дроздов, который служил в Смоленском храме с 1928 по 1930 год и также пострадал за веру. Анна Пыльцына, Фарид Галеев, Мария Барсукова, ИТВ. И о погоде на завтра. Она начинает портиться. В пятницу солнце спрячется за тучами, будет пасмурно. Днем ожидается 7 градусов мороза, ночью будет до минус 11. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Анастасия Квардицкая, прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова